Приветствую вас! Давайте попробуем понять, что с вами происходит, да? И дать какие-то рекомендации вам, чтобы выйти из состояния стресса, чтобы вам было легче. Значит, вы пишите, что вы отработали более 20 лет в детском саду за твоей сменщицей и няней около 10 лет. То есть вы работали и в детском саду, да? Получается, ну, по факту. И няней вы работали 10 лет. Хорошо. Хорошо. Потом, значит, вас переводят, как вы пишете, на младших детей. То есть до сих пор вы работали только со старшими, да, получается. А теперь вы работаете с младшими. И вам эта ситуация, эта история, я так понял, вообще не понравилась. Потому что вы, по вашим словам, потеряли доплаты, потеряли, значит, всевозможные бонусы, я так понял. Ну, и вообще стало хуже. Я полагаю, что в некоторой степени это вопрос скорее юридический, нежели чем психологический, потому что то, что вы, например, потеряли доплату, то, что вы не получаете, например, больше, допустим, тех денег, что вы получали до этого, да, вот, это скорее все-таки юридическая часть вопроса, но никак не психологическая. Потому что вам нужно было жаловаться на администрацию, вот, на то, что, как бы, вот, такая ситуация произошла. Да, вам нужно было бы разбираться с ней, да, с этой администрацией, почему так вышло и так далее. Вот. Соответственно, если вы этого не сделали, то либо вы, ну, не до конца верили, то, что это реально вообще, либо вы просто-напросто отнеслись, ну, в некоторой степени, да, халатно своим правам, если можно так выразиться, к своим обязанностям и к своим привилегиям, вот, потому что, ну, все-таки 20 лет, это же не шутка, да, и, как бы, если человек поработает 20 лет, то, наверное, ну, на что-то он может рассчитывать, я так говорю. Вот, у вас же ситуация становится так, что вы, получается, остались вообще ничем, ничем, ну, вот. Ну, хорошо. А, дальше, значит. Тяжело было переходить, практически училась заново, всему учиться заново пришлось. Недавно, на мои слова, мне до теперь нечего делать, няня играла с детьми, вроде как помогала мне, а я занималась с другими. А вот тут вот непонятно, то есть, кто няня, да, и, как бы, кто вы тогда. То есть, это вы няня, или вы няня, знаете, ну, вот, потому что, ну, вот, как-то вообще не ясно, о ком идет речь здесь вот, в данной ситуации. То есть, вы изначально вроде как, вроде как писали, что вы няня, проработали вы няней. Теперь вы уже говорите, что вы все няня находились вместе. Ну, вот. То есть, тут вот есть определенная незастыковка, по моему мнению, одного с другим. Вот. То есть, этот момент нужно обязательно прояснить. Значит, так, было сказано, потому что не могла детей, так, было сказано вам в ответ, потому что не могла детей переключить на себя, больно они увлеклись. Чем увлеклись, почему вы, ну, как это вообще получилось, да, что вы не смогли на себя переключить детей, то есть, как бы, вам вернули, значит, ну, вам вернули, вот, ваш посыл, да, то есть, посыл не восприняли, да. Ну, вот, вас не услышали, и, соответственно, на вас же еще и обиделись. По факту. За то, что вы, вот, недовольны тем, вот, где работаете, как я понял. Если я правильно понял. Я не на вас обидел. И, забегая чуть вперед, дальше, да, вот, чуть вперед забегая. Хочется сказать, так, а, ну и что, почему, почему, почему вас так задело, что меня не обидел? Ну, обиделась она, ну, и что, что от того, что она обиделась? Почему вас это задело? Вот, знаете, вот какой момент важный, на мой взгляд. Потому что, не-не, она, ну, она может быть, скорее не может быть, а точно она, так же, как и вы, недовольна тем, что произошло. Вот, нас, ну, она в любом случае не может быть, да, вот. Но, в силу того, что она другой человек, и в силу того, что у нее могут быть свои какие-то убеждения, свои ценности, свои взгляды, вот. Она считает, что, может быть, ну, не стоит дергаться, не стоит, как-то, значит, сопротивляться тому, что происходит, да. Все нормализуется само по себе. Вы же, как бы, напротив высказываете противоречия. Вот, тем самым, на мой взгляд, вы раздражаете этим, этим, ну, условно, да, вашим коллегам. Ну, вот, на мой взгляд, как это выглядит со стороны. Вот, и, собственно, собственно, в этом все и дело. Другой вопрос, если вы сами действительно не смогли, как она сказала, переключить внимание детей на себя и вас это заделать. Вот, если это действительно так, то так тогда додуматься о чем определенный есть именно вам, к сожалению. Далее, обиделась, написала на меня накладную и попросила привезти ее или меня, так как мне зашли с характерами. Ну, здесь ситуация, на самом деле, на мой взгляд, на мой взгляд, не такая однозначная, потому что, как-то, знаете, уж слишком быстро все случилось происходить. То есть, то есть, вы проработали с этим человеком, ну, если я правильно понял, довольно, довольно долгое время. Вот, и несколько странно, что она, ваша коллега, ну, пока, пока давайте ее так будем называть, коллега ваша. Вот. Несколько странно, что она сразу попросила о переводе. То есть, не может ли быть так, что она, ваша коллега, специально, специально спровоцировала, в данный момент, ну, вот момент, что я имею в виду, с этой ситуацией. Чтобы с вами, например, расстаться, чтобы от вас, например, уйти наконец, потому что вы, допустим, ну, допустим, перестали ее удовлетворять, перестали ей нравиться и перестали делать то, что она, может быть, для себя считает правильным и важным. Понимаете? То есть, все произошло слишком стремительно, слишком быстро. Все произошло слишком по накатам. Что она, вот вы проработали с ней, да, как я понял, какое-то время. И она даже не сделала попытки разрешить конфликт. Это странно. По меньшей мере, это странно. Дальше. Значит, вы попросили у нее прощения в тот же день в письменном виде, что немного странно, по телефону вроде все прошло, только эта докладная лежит до сих пор у меня в стадии, и каждый раз я на нее натыкаюсь, когда перебираю бумаги. Вопрос к вам. Ну, предположим, что действительно все прошло. То есть, конфликт исчерпан. Вы ее попросили прощения. Правда, непонятно, зачем вы это делали в письменном виде. То есть, тут все-таки правильнее это было бы не в письменном виде. Тут все-таки правильнее это было бы как раз в живую. Да, то есть, в живую. Вот, поговорить, извиниться. Я надеюсь, что, мол, вот, так получилось, как бы, извини, пожалуйста, нам и так далее. Ну, это было бы более правильно. У вас ситуация получилась совсем иная. То есть, вы слишком официально подошли к извинению. Опять же, когда не вяжется с тем, что вам хочется. То есть, вам вроде бы хочется, чтобы все было хорошо. Вам вроде хочется, чтобы все было здорово. Но при этом, при этом, ничего для этого не делают. Вот. Далее. Лежит докладная. И вы почему-то эту докладную храните. То есть, вы ее, ну, я не знаю, вы ее не убираете, вы ее, вы ее не выбрасываете. Почему-то. По какой-то причине. Вот. И опять же, у меня вопрос к вам. Почему? Почему вы ее не выбрасываете? Что мешает это сделать? Вот. Зачем вы ее держите-держите? Понимаете? Вот. Дальше. Идем дальше. Моя семенщица стала ходить к одной воспитательнице. И спрашивать, будешь работать с большими, там так тяжело. Но, в общем, человек до конца решил, что хочет работать с памятниками. Администрация пошла им навстречу. И одно, и второе теперь. И одно, и второе. Теперь няня сменщица уходит ко мне. Приходит человек, который хочет со мной работать, а я могу сработать со всеми. Только такое впечатление, что мне в души плюнули. Не очень понятно, в чем именно. То есть два сейчас месяца стал ходить к какой-то воспитательнице. С чего? Почему? Для чего? Зачем ей это понадобилось? Вдруг ходить к вашей... Ну, не к вашей, а вообще к воспитательнице, да? Ну, к какой-то другой. Для чего ей это нужно? Ну, то есть... Эти моменты, они... Как-то вообще не ясны. Но... Я понимаю, что вы... Вы там... Как бы... Что-то в это вкладываете. Вы. Я понимаю. Но проблема в том, что... Мы-то... Мы-то... Как бы... Не в теме. Мы не совсем в теме. Вот. И... Соответственно... Нам... Скложно... Понять, что именно происходит. Вот. Ну, я понял, что... Вы, например... Именно вы. Значит... Вам обидно, потому что... Вы хотели работать с маленькими, да? Вот. Вот. То есть большими. Большими. Ммм... А вместо этого... Важер менеджер сказал ходить... К другой воспитательнице. И предложил это ей. Вместо вас. Вместо вас. Вопрос. А почему вы считаете, что... Ваша... Воспоминщица... А... Должна была предлагать вам... Это. Ну, вообще, вот почему... Откуда у вас... Такие ожидания были? Ведь вы же... Теперь что? Вы теперь обижаетесь? Правильно? Ага. Если вы обижаете, значит что? Вы чего-то ждали? А... А... Чего вы ждали? А зачем... Зачем вы ждали? Почему... Вы... 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 Знаете... Чего-то? Ну... Ну... Например... Например... Вот... Того, что вам пойдут навстречу. Допустим. Почему? Не понял. Не понял. Дальше. Идем дальше. Так. Эээ... Наши... Эээ... Эээм... Так. Весь отпуск на смарку. Почему весь отпуск на смарку, тоже непонятно. Читала литературу по психологии и трансплесс. Эээ... Зачем читали? Что именно читали? Как пытались снять? Обычно на работе не могу с ними общаться. Из-за чего? Ушла на лето другую группу, с ними так и не поговорила. Почему? Когда спрашивали до отпуска, они мне сказали, что еще ничего не известно. О чем? Последний день перед отпуском они откровенно ждали, чтобы я побыстрее ушла. Кто они? Почему ждали? Если... Проблема вроде как... Вроде как... Решена. Ну... Вы так... Сказали, что проблема вроде решена. То есть... Непонятно. Понимаете? От вас кто-то чего-то хочет. Вы сами чего-то хотите. Вот. При этом... При этом... Эээ... Всем обусловлены ваши... Желания. Всем обусловлены ваши ожидания. Вообще непонятно. Совершенно. Так что... Вы... Может быть более... Четко попробуйте... Сформировать... Твой... Вопрос. Чего мы поняли. Вот. Либо... Может быть... Немножко по-другому написать, что именно вас волнует. Вот. Вот. Потому что... Потому что... Потому что... Пока... Пока... Непонятно. На этом... Все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.